Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Знаменитая кинокартина «Ворошиловский стрелок» Станислава Говорухина вышла на экраны больше 20 лет назад. Премьера стала культовой, а актерам пророчили блестящее звездное будущее. Тем не менее, судьба оказалась не столь благосклонна. Владислав Галкин. Актер скончался в 2010 году, причины смерти до сих пор неясны. По самой популярной версии, Галкина сгубило пристрастие к алкоголю, однако его Борис Галкин, его отец, уверен, сына убили из-за денег, которые он снял в банке до смерти. За свою недолгую жизнь актер четыре раза был в браке. С последней женой Дарьей Михайловой он прожил 10 лет. Михаил Ульянов. Легендарный актер ушел из жизни в 2007 году. Сегодня ему могло бы исполниться 93 года. Сам артист запомнился зрителям по многим сильным ролям. Говорухин не случайно отобрал Ульянова на роль Ивана Афонина, пожилого мужчины и ветерана войны, который мстит насильником своей внучки. Марат Башаров. Ворошиловский стрелок стал для Башарова третьим по счету фильмом, во время премьеры ему было всего 25 лет. Тогда репутация актера вопросов не вызывала, однако после брака с Екатериной Архаровой в СМИ стали просачиваться слухи о его неумении быть семьянином. Архарова же говорила, что муж пьянствует и распускает руки. Сейчас Башаров разведен, однако немногие бы осмелились назвать его видным холостяком. Александр Пороховщиков. Актер-легенда скончался в 2012 году, звезду сгубил сахарный диабет и проблемы с сердцем. А за месяц до своей смерти он потерял жену Ирину, женщина наложила на себя руки. После кончины за наследство актера между потомками завязалась жестокая война. Адвокат Сергей Жорин рассказывал, что после эксгумации племянница Наталья отказалась от своей части имущества в память об ушедшем мэтре Ирина Розанова. Звезда пережила несчастный брак и два романа, которые обернулись неудачей. Но главная трагедия заключалась в бесплодии. На раннем сроке беременности у звезды случился выкидыш. Однажды Розановой пришлось играть беременную женщину. К ней подошла коллега, ткнув в накладной живот, и принялась издеваться. Раз своих детей нет, то хотя бы в кино будут. Актриса призналась, что испытала настоящую боль. На усыновление знаменитость так и не решилась. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!